Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Романов и сегодня я подготовил для вас очередной бесплатный прогноз с подробной и качественной аналитикой на матч немецкой Бундеслиги, где встречаются Юнион Берлин и Боруссия Дортмунд. Друзья, мне понадобилось немало сил и времени для создания данного ролика, поэтому, друзья, от вас я прошу минимальной поддержки в виде пальца вверх, тем самым вы помогаете каналу развиваться. Традиционно проведем с вами розыгрыш, где у каждого из вас будет возможность выиграть тысячу рублей на халяву. Все, что нужно сделать, это быть подписанными на мой канал, поставить палец вверх этому видео и написать в комментариях точный счет к этому матчу. Сразу скажу, что если указавших будет несколько, победитель будет выбираться рандомным образом. Ну а перед тем, как мы начнем сам разбор, друзья, хочу напомнить, что все свои ставки я делаю исключительно в букмекерской конторе Мелбет. Ссылку на нее я оставлю в закрепленном комментарии. Ну а по промокоду, который вы сейчас видите на экране, можно получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть пополняйте на 1000, получайте 2000, пополняйте на 5, получайте 10, пополняйте на 10, получайте 20. Я думаю, такой бонус никому не помешает. Ну а победителя позапрошлого ролика видите сейчас на экране. Теперь же давайте вернемся к самому разбору матча Union Berlin и Borussia Dortmund. Начнем мы с вами со шмелей, так как у команды все-таки произошло очень много изменений. Самая основная – это смена тренера. После четвертого поражения в Бундеслиге 1-4 от Штутгарда, Люсьена Фавра уволили. На данный момент исполнителем главных обязанностей, то есть подменяющим тренером, является Эден Терзич. И судя по последнему матчу, да, игра была, конечно, далеко не самым сильным оппонентом, однако Вердер является довольно дерзкой командой и Боруссия смогла победить со счетом 2-1. Как я уже говорил, в Бундеслиге у команды уже есть 4 поражения, но они также участвовали в Лиге Чемпионов, поэтому будем с вами смотреть отрезок из 10 матчей, в котором у Боруссии всего лишь 3 поражения. Но при этом в гостях Дортмундсы играют довольно-таки неплохо, и в последних 6 матчах у них всего лишь 1 ничья и 5 побед. Что и позволяет, собственно говоря, сейчас занимать Дортмундской Боруссии четвертую строчку в ней в своем активе 22 очка после 12 туров. В целом Шмели играют довольно результативно, и в тех же 12 турах у них 25 забитых и 16 пробущенных мячей. А вот Юнион, на удивление, очень хорошо начал сезон, и, собственно говоря, сейчас они занимают шестую строчку. На данный момент после 12 туров у них 18 очков в активе, и количество забитых и пропущенных почти такое же, как у Дортмундской Боруссии. 25 забитых и 17 пропущенных. Юнион в этом сезоне действительно очень хорош, у команды всего лишь 2 поражения в этом сезоне. При этом они сыграли неплохо с Баварией в предпоследнем матче 1-1, также поборолись со Штутгардом и сыграли 2-2, хотя вели 2-0, но по итогу упустили преимущество. Но при этом у команды также есть и домашняя серия из 6 матчей без поражений, 3 победы и 3 ничейных исходов. Также есть потери как у одной, так и у другой команды, сейчас на экране вы их увидите, но я хочу отметить, что не все эти игроки являются важными для команды. У Боруссии и Дортмунд из ключевых игроков не может помочь Дилейни и Эрлинг Холланд, который, как я уже говорил, выбыл больше, чем на полгода. Юниону Берлину не поможет Ингвардсен и Макс Крузе. Ну и дисквалифицированный Роберт Андрих, который получил красную карточку в матче с Гертой на 22-й минуте, что, собственно говоря, и привело к их второму поражению. Да, хоть и Крузе и Холланд являются основными голеадорами своих команд, но и без них, так сказать, и Юнион, и Дортмунд прекрасно справляются, это мы видим по последним матчам. Итак, не будем, друзья, сильно затягивать, потихоньку перейдем к самому прогнозу, но перед тем, как я его озвучу, хочу напомнить, что у меня есть также бесплатный телеграм-канал, где я ежедневно делюсь прогнозами как по линии, так и в лайве. Поэтому, ребята, переходите, подписывайтесь, ссылочку я оставлю в описании. Ну а моим прогнозом в этом матче будет тотал больше двух с половиной. Все-таки обе команды играют крайне результативно, нулевой ничьи не наблюдалось ни разу, потому что слишком уж хороша атакующая мощь, даже несмотря на потери. Плюс ко всему, если мы с вами посмотрим на очные встречи, из пяти очных встреч всего лишь один раз данный тотал не пробивался. Да, друзья, вот такие вот у меня мысли на этот матч, такой мой прогноз. Вас же всех я еще раз попрошу подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы до сих пор этого не сделали. Ну и ставьте пальцы вверх, если вам понравился данный разбор. С вами же был Артур Романов, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok